И часто поляцы логика спровадят в такие гебри, аллегории, что это очень странная вещь. Исторично, политично, в сечах социальных, некоторые поляцы пишут, например, «кобеты». Такие фразы, что «Ну, и что повешь на то?» Мудраль, небыто. У нас есть изденье наших оффер, поляков. А вы покажите свои изденье своих оффер. А, значит, шок. Даже не знаю, что и говорить на то. То впровадят эту аллегорию, до такого ланцуга логичного, что Небыто, польский ранд, этот лондинский, специально так проводил эту кампанию воинскую. Какой-то, через какую-то спорту с каким-то дебелом, не знаю каким. Так, чтобы та речь волынская распытала себя более кроваво. Историки из польской страны тоже спрашивают, а для чего АК не вошла и не бронила обладателей? Ну, по-перше, ну, когда бы АК вошла, вошла в то, она и так упала, она боролась там, где-то, но когда бы она начала бронить, может, что-то из этого бы и вышло. Но то, может, еще бы больше распыталася та кровавая вещь. И сенс не в том. А в том, что как так в уголе можно говорить? Какой-то надо иметь мозг новочесный, чтобы такое что-то говорить. Небе то у украинцев повинны были быть у бедных, у бедоты, у этой холоты украинской. Повинны были быть ляйки, сессоцки, объективы, линз, ленд, аппараты фотографичные. В каждой хаче, у каждого молодого. А, иди, сделай фотосессию. Так, пусть, иди до поляков, сделай у них там форсчики и сон. И вернем, купим пивка, пойдемте, что-то такое, золотвимы. Что, ну, сконт у этих офяр были аппараты фотографичные и кто бы их фотографовал? Поляцы, которые с гранатовыми дивизиями пришли забить те фольсдойча от польских стран, которые по-польски разговаривали, умели, потрафили по-польски разговаривать. Разум с немцами от Эрика Коха, который там жесть, на том жесть взручил всеские силы. И политические, и войсковые, и решта, решта, и провокационные силы. Так что, я не знаю, ну, до какого мозга новочесного, чтобы сомнить то, с той своей темы, сомнить о тех страшных выражениях 1943-1944 года. Реально выглядит это так, будто бы, однако и поджемное польское, и рост Лондонский, как бы специально пхал на то, ну, чтобы эти офяры были, как-найвенту, в лечбе, там по-розраченной по этой воле, чтобы что? чтобы потом, ну а тогда со Сталином какие-то кнувания были поляков, что может они лечили, что когда прийдет Звязок Раджетский, когда прийдет Сталин, то разом с коммунистическим Польским и потом подчеркнет еще и армия Крайова, выпадет, как и по Петлюже в 20-м году, выпадет украинцев с Кресов и снова они по застанутся польскими, как и в 20-м году, может на то лечил, проводясь, манипулируясь обычным людям польским, так как манипулировала целый час и шляхта, в свои часы лечил, что народ забыдло, так само, как и манипулировал тем народом, и Жуков, и Сталин, тысяченцы, миллионы, на джечь, на пшуд, на штурм Днепра и рэшта-рэшта, ну холота, с голыми рэнсами на карабины машиновые, штурм Днепра, там украинцы лилалася такая кровь, что немцы соглашалися, ну вермахтовцы, с вермахта немцы, соглашалися до психиатров и говорили, мы не можем в такой, в такой, в такой, в такой, ошче, расстреливать тех идиотов, которые пхают, сел на нас с каменьями, с жеки, с переправы, и идут на нас, вруцаем, небыто гранаты, вруцаем, такой рассказ был этого Жукова, тыле он украинцев, так любил, тыле он тысячи, тысячи, миллионы, Ровно, как и поляков, вспомповывал в землю, чтобы только в Венце было быдло, а украинцев не было быдло, и у поляцев не было быдло. Но им люди нужны были только как быдло, слепое быдло, коммунистическое, колхоз.